Омбасманный суд Москвы продлил до 22 августа домашний арест Кириллу Серебренникову. Режиссер обвиняется по делу о хищениях в седьмой студии. За процессом следит Варвара Невская, она на прямой связи со студией. Варвара, здравствуйте. Почему следствие просило продлить срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову и какое решение суд принял в отношении других фигурантов дела? Приветствую. Но дело в том, что на данном этапе следствие просто не видит оснований для изменения меры пресечения. Что ж, давайте перейдем непосредственно к сегодняшнему слушанию. Как раз-таки вновь избиралась мера пресечения. Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста для режиссера Кирилла Серебренникова. И еще одной фигурантки этого громкого дела директора российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которая во время, когда проходили все сделки по седьмой студии, Кирилла Серебренникова работала в Министерстве культуры и была причастна, по версии следствия, к этим незаконным оборотам денежных и государственных средств. Что ж, Кирилл Серебренников, его арест продлен до 22 августа в случае Софьи Апфельбаум. Суд постановил продлить ей арест до 19 сентября. Таким образом, в эти даты исполнится ровно год со дня задержания каждого из них. Предлагаю посмотреть кадры из зала суда. Суд постановил удовлетворение кадастров в Министерстве культуры и защитнику Харитонова. Без гранили в Министерстве культуры и меры пресечения в виде залога, либо более мягкое меры пресечения отказать. Продлить срок домашнего ареста в Министерстве культуры и пересечения. В месяц с том суток всего до 12 инице, то есть до 20. Суток третьего. По 18-го года без изменения ранее установленных судами первой пенсионной инстанции ограничения запрета. Вопрос о продлении ареста свыше года теперь сможет решить уже только Мосгорсуд, то есть суд наивысшей инстанции. Но вернувшись сюда, в зал заседания Басманного суда, хочется сказать, что прозвучали определенные заявления со стороны Кирилла Серебренникова в том числе. Он сказал, что почти вся линия обвинения со стороны следствия строится на показаниях как раз-таки Нины Масляевой, напомню, бухгалтер седьмой студии, которая пошла на сделку со следствием. Так вот, как утверждает Серебренников, следствие делает акцент на том, что деньги государственные, которые выделялись на реализацию проекта платформы, были обналичены. Якобы это уже говорит о их дальнейшем хищении, но вот по версии стороны защиты обналичивания денег не говорит вообще ни о чем, так как деньги были обналичены лишь для того, чтобы не платить большие налоги, которые приходится удерживать при совершении безналичных сделок. Что ж, также защита, как и сам Серебренников, как и Апфельбаум, как и всегда не согласны с решением суда. Будут ли они его обжаловать или нет, нам неизвестно. Давайте послушаем комментарий адвоката Кирилла Серебренникова, Дмитрия Харитонова. Вот что он сказал нам сразу после вынесения этого решения. Мы решением суда абсолютно не удовлетворены, потому что считали, что ходатайство не подлежит удовлетворению, и в нем должно быть отказано. Решение, естественно, мы будем обжаловать. Следователи просто кривят душой, или не хочу говорить более жестких слов, когда обвиняют и Серебренникова, и всех остальных в хищении. Никакого хищения не было, и поэтому продление домашнего ареста – это тоже вещь, на наш взгляд, сегодня абсолютно незаконная. Мы ждем того, что должно было случиться много месяцев назад, и именно что это дело должно быть прекращено. Ну, эту позицию мы слышим, в общем-то, уже целый год, и ни разу за все это время позиция защиты не менялась, и утверждала, что Кирилл Серебренников, так же, как и другие фигуранты этого резонансного громкого уголовного дела ни в чем не виноваты. Ну, стоит здесь еще один небольшой нюанс рассказать, что непосредственно сегодня в зале суда адвокат Кирилла Серебренникова ходатайствовал перед судом, чтобы его подзащитного отпустили под залог в размере 68 миллионов рублей. Это очень большая сумма. Кстати, хочу напомнить, что когда Кирилла Серебренникова задерживали здесь же, в Басманном суде, первый раз, и суд избирал ему меру пресечения, тогда в зал суда пришла Ирина Прохорова и предлагала прямо тогда внести любую сумму залога, лишь бы режиссера отпустили. Но тогда, напомню, суд все-таки избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. И вот сегодня вновь суд решил, что никакие деньги не должны в данном случае фигурировать в этой истории, потому что меру пресечения менять не стоит, для этого просто нет оснований. Я напомню, что Кирилла Серебренникова, так же, как и других фигурантов этого дела, обвиняют в хищении свыше 133 миллионов рублей государственных средств, которые выделялись Министерством культуры на реализацию театрального проекта «Платформа-студия». Спасибо из Басманова суда Варвара Невская. Там сегодня продлили срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову.